Всем привет! С вами Айка! И сегодня ваше долгожданное видео, которое я снимаю уже с третьей попытки. Надеюсь, хотя бы этот материал вы увидите, потому что это какое-то волшебство прям. В общем, сегодня я хочу вам показать house tour, дом моей бабушки. Этот дом был куплен, наверное, лет 40 назад. До этого моя бабушка жила в Кусарах. У нее был просто шикарный дом, но затем, к сожалению, мой дед заболел. Заболел раком, и врачи в то время сказали, что изменение климата, возможно, повлияет на течение его болезни. Именно поэтому моя бабушка переехала, купила этот дом. В то время это был первый дом на деревне, то есть у моей бабушки был самый крутой дом, так скажем. Вот это все типа было модно, а сейчас, ну, очень даже простой, но зато родной, интересный. И сейчас каждый уголочек этого дома я обязательно покажу вам. В общем, с внешней стороны дом выглядит вот так. В нем я родилась, прожила где-то, наверное, лет 5. Посмотрите, какие красивые облака, белые-белые. Такое ощущение, что на них можно лечь и полежать. В общем, здесь два входа. Это первый на второй этаж лестница ведет, а это первый. С первого этажа заходите внутрь, но там никто не живет, там больше как используют, как склад. Заходим внутрь. Здесь такой небольшой коверчик. Кто-то, наверное, привез. Либо моя тетя, либо мы, возможно. У кого что есть не нужно, все привозят сюда. В общем, здесь такая лестница, которая ведет на второй этаж. Мы потихоньку поднимаемся по ней. Здесь вот такие рисунки. По-моему, это тоже моя тетя рисовала. И лестница. Она деревянная, самая обычная. Здесь остались следы. Помните, в прошлый раз, когда я приезжала, мы жгли улей ос. Вот, после этого все это дело осталось. Здесь две такие дорожки. В то время, помню, папа работал проводником. И были такие ненужные дорожки, уже которые списаны. И папа их привез сюда. Здесь обязательно понадобится. Дальше. Здесь такой небольшой балкон застекленный. Здесь открываются окошки. И можно увидеть двор соседей. Достаточно высокие потолки у нас здесь. Есть освещение, как вы видите. И дальше мы направляемся в зал. Зал очень даже большой. Здесь, наверное, квадрат 30. Но единственный минус, это то, что когда вы ходите, издаются вот такие вот звуки. Ну да ладно. В общем, эти занавески бабушка купила совершенно недавно. Посмотрите, какая красота. И бабушка мне говорит, на свою квартиру тоже купи такие же занавески. Но я не очень люблю подобный формат, когда такой календарь. Но здесь это смотрится очень в тему. Здесь такой плед, который я вижу уже очень давно. Ну и даже не знаю, откуда он взялся здесь. Но таких, по-моему, несколько штук. Один из них внизу, на первом этаже. И вот под пледом здесь чьи-то вещи. Как шкаф вот такой. Просто плед закрывает все ненужное от глаз. Из занавесок, видимо, самостоятельно были сшиты вот такие вот штучки, челочки, козыречки для дверей. Вообще изначально это дома моя бабушка не строила. То есть она купила уже в готовом виде. Кое-где кое-что подкорректировала. Но так, в общем, все было задумано изначально. И, кстати, очень тупо было задумано, потому что в каждой комнате по несколько дверей. Сейчас я вам потихоньку это покажу. Итак, заходим в первую комнату. Это комната моей бабушки. А это как раз-таки ковры ручной работы. И даже указан год изготовления. Это ткала моя бабушка. И вы знаете, в те времена, бабушка рассказывает, в деревнях не каждая женщина, не каждая бабушка умела. Это был просто рабский труд, но он оплачивался. То есть такие ковры стоили просто состояние. То есть за несколько ковров можно было купить спокойно дом. А у бабушки были эти ковры, но ей жалко было их продавать. А сейчас они, к сожалению, обесценились и появились новые ковры. Но несмотря на это, вы видите, что они сохранили свой цвет, выглядят очень даже красиво. И здесь даже указан год. Каждый этот рисунок соткать под схемой поопределённой. Это непростая работа. Вот нам кажется, что это просто обычный ковёр. Но сколько месяцев сил, времени было потрачено на этот ковёр, это нечто. И то, что бабушка умела это всё делать, это был для неё огромный плюс. Продав один такой ковёр, она могла просто прожить всю зиму. Даже нитки она изготавливала сама. У неё есть оборудование, такое большое колесо. И также были во дворе барашки, у которых была шерсть, из которой она изготавливала нитки. Потом их красила. В общем, рабский это труд, но сделано просто ювелирно. Посмотрите, как это всё красиво. Я всегда говорю бабушке, вот знала бы ты в те времена, что эти ковры обесценятся, могла бы продать и купить несколько участков. Потому что их ковров у бабушки очень много. От ковров мы плавно переходим к мебели. Вот эта кровать, я вам во влоге рассказывала, но вдруг вы не видели влог, прошлый деревенский влог. Эта кровать, это приданная моей бабушке. И в то время, чтобы приданная получить кровать, это надо быть очень зажиточным, очень обеспеченным человеком. И бабушка рассказывает, что тогда не было двухспальных кроватей, поэтому всем давали односпальные. Это тоже односпальная кровать. И это было бабушкино приданной. И вы прикиньте, сколько лет. Наверное, лет уже 70 эта кровать стоит и до сих пор на ней спят. Последний раз, когда я приезжала сюда, я здесь спокойно спала на этой кровати, которой 70 лет. Здесь классический такой стул. Я повесила уже свои вещи на этот стул. И стул с такими штучками, которые открываются. Здесь бабушка хранит все самое важное. Документы и так далее. И, в общем, такая скатерть. Это, по-моему, приехала из Саратова. Наша скатерть была. Но в любом случае, она здесь максимально в тему. Вот такой своеобразный выключатель. Вот свет включился. Бабушка рассказывает, что раньше было очень модно вешать ковры на стены. Вообще, чем больше ковров у человека, тем, значит, он более обеспеченный. И с тех пор у нас висят эти ковры на стенах. Они создают такую своеобразную атмосферу. И неплохо смотрятся по мне. Все дополняет. Дальше у нас двери. И двери тоже сопровождают собой занавески. По-моему, эти занавески даже бабушка сама шила. Когда я была совсем мелкая, я это помню. И здесь не всем о пакете к Нью-Йорке. Что-то из будущего. Мы как будто в прошлом и увидели пакет из будущего, так скажем. Дальше вот такой плед. Такой тигренок. Мне кажется, в 90-х или в 2000-х у многих дома были такие пледы. Но сейчас нет. Но тогда были. Мы перемещаемся в другую комнату. Здесь опять ковры. У меня бабушка всю жизнь была очень трудолюбивым человеком. Смотрите, сколько ковров она соткала. Это все труд. Сейчас бабушка приходила, я у нее уточнила. Оказывается, она за 3-4 месяца могла связать или соткать вот такой вот ковер. Но сейчас это на изнаночной стороне, просто чтобы не теряли цвет. Вот друг на дружку несколько здесь ковров. А это комната моего дяди. Получается, старший брат моего папы. Мы буквально вчера с Дианочкой переписывались. Это его дочка. Дианочка, если смотришь, тебе огромный привет. Здесь два таких окна, зеркало. И очень много одеял. В то время это считалось тоже как богатство. То есть у кого больше одеял, у кого больше всего ковров, подушек, это считалось как имущество. Это сейчас мы не любим это все, так скажем. Все покупаем из синтепона. А раньше люди вот так вот собирали свое постельное белье, одеяло, матрасы. Ковер у нас висит и опять тот же тигренок. Вот такая вот атмосфера здесь. А это комната моей мамочки. Я вам показывала сундук во влоге, показывала вам плед. Здесь тоже ковры у нас. Тоже ручная работа. Вот реально не то, что я нахваливаю свою бабушку. Реально она очень была трудолюбивым человеком. И мне кажется, в какой-то степени я на нее очень похожа. Я тоже люблю работать, что-то делать. Но я не в плане физического труда люблю, но все равно тоже. Она минуту просто на одном месте всю жизнь не стояла. Всегда старалась что-то сделать. В общем, как вы видите, это приданное моей мамы. Получается, это кровати. В то время тоже не было, к сожалению, двухспальных кроватей. И здесь ее постель, подушки, все, что она принесла с собой. Вот эти стулья, это тоже ее приданное. В то время мама говорит, мама замуж выходила в 90-е. Мебель достать было очень сложно. Люди жили очень плохо. Поэтому еле нашли пару таких стульев. Два шкафа. Это как комплект. Кровати и шкафы. Вот такие вот два шкафа. И здесь печка, так как отопления нет. Печка, телевизор, раскладной стол. И вроде бы все. Занавески здесь были другие. Здесь я повесила наши занавески из Саратова. Правда, они не очень подходят. Смотрите, коротковато. Но все равно не помню, что случилось с занавесками, которые висели. Они, по-моему, растянулись. После того, как мама их постирала, они пришли в негодность. Поэтому мама повесила другие, которые из Саратова. А вообще по длине ничего не подходило. Вот мы купили квартиру в Баку. И получается потолки там намного выше, чем в Саратове строят. Например, в Саратовском доме у нас, получается, потолки высотой были намного ниже. Поэтому нигде занавески не подошли. Здесь строят очень высоко. Именно поэтому все это осталось. В общем, как-то так. И во влогах тоже очень много моментов касательно дома я вам показала. Это немножко даже, знаете, ностальгия. Мы вчера переписывались с двоюродной сестрой. Я зовут Дианочка. Дианочка, тебе привет. И она говорит, что у меня прям ностальгия, когда я смотрю эти влоги из деревни. И мне кажется, не только у нее ностальгия. Потому что здесь, в деревне, по этому принципу, строилось очень много домов. Кто-то, когда видит это, мне кажется, им напоминает их детство. Я, например, родилась здесь, в этом доме. И когда я вижу эти стены, хоть они старые, может быть, не супер в хорошем состоянии, но я прям чувствую что-то родное. Такое, знаете, приятное на душе. В общем, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что досмотрели до конца. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Всем пока!